Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Эта программа «Встретились, поговорили». Олег Пек, я её проведу сегодня. И в нашей студии доктор экономики, ассоциированный профессор, журналист Ольга Павук. Здравствуйте. Здравствуйте. И будем говорить не о политике, не об экономике, а о высоком, об искусстве. Действительно, несмотря на то, что как будто бы интернет нам сейчас даёт возможность виртуально путешествовать по миру, побывать в самых знаменитых, ну, увидеть самые знаменитые достопримечательности. И многие музеи в оцифрованном виде специально выкладывают картины, которые можно посмотреть буквально там вот до мельчайших деталей. Но, тем не менее, вот увидеть своими глазами подлинники работ и, может быть, что-то для себя открыть, это часто бывает даже стимулом, поводом куда-то отправиться, увидеть какие-то музеи, выставки. И сегодня вот мы как раз о таком поговорим открытии, которое ожидало, может быть, вот даже стало неожиданностью, в Узбекистане, где оказалась огромная коллекция именно русского искусства. Почему и как? Вот сегодня мы об этом вам расскажем. Как получилось, что в Узбекистане сейчас находится одна из, ну, просто, я понимаю, огромнейших, фантастических, там, если я не ошибаюсь, речь идёт о десятках тысяч картин русских художников? Ну, история вообще действительно очень интересная. Я в Узбекистане была много раз по разным поводам этой конференции, участия наблюдателям в выборах. И, конечно, мы все бываем там в Самарканде, в Пухаре, в Хиво. Это настоящие такие проложенные уже туристические маршруты с хорошей логистикой, с поездами такими, о которых Латвия только может мечтать, скоростными. И это я тоже всё видела. И в один из своих приездов, это было лет пять назад, в Ташкенте я попросила, чтобы мне показали, где находится музей изобразительного искусства. Я ничего не знала, я просто люблю музей изобразительного искусства. Откуда бы я ни приезжала, я обязательно должна навестись каким-то образом. Или ноги сами приведут, или я заранее знаю, где это. И, в общем-то, мы попали в этот музей не сразу, нас всё время пытались в какие-то другие культурные учреждения направить. И мы были с коллегой вдвоём, без экскурсовода, просто вот пришли в зал, музей такой пустоватый был. Это в Ташкенте было? Это Ташкент, да. И когда мы туда вошли, в общем, было какое-то удивление, что-то необычное было. Были залы, в которых были картины русских художников, известных, известных художников. Это первое, что я запомнила, княжна Тараканова. То есть мы все знаем эту картину, все мы знаем флоринский. Наверное, копия. Дальше смотрим, ещё, ещё, ещё зал за залом, их много залов. Тут смотрим Гун, это наш латышский художник, который учился в Санкт-Петербурге. Причём это хорошие картины, большие Гун, это дама в голубом. Поэтому, в общем, узнать, откуда вся эта коллекция, там нам было некому, потому что кроме тётушек, которые сидели, охраняли залы, никого не было. Пришлось такое журналистское расследование буквально. Ну, конечно, мне захотелось узнать вообще, что это такое и как. Конечно, помог интернет, и выяснилась вообще совершенно умопомрачительная история. В начале XX века в Туркестан попал племянник последнего царя, князь Николай Романович, по-моему, так его как-то, Николай Константинович. И попал он туда, конечно, по истории тоже такой очень странный. Его сослали туда в ссылку. Он напроказничал, что-то там, что-то украл из коллекции царской для своей какой-то любовницы или что-то такое. В общем, его сначала отправили в Крым, потом в Оренбург и потом в Туркестан. Но эта ссылка, я понимаю, ну, как бы почётная ссылка имеется в виду. Ну, конечно, не декабристы там в этом самом Сибири. Не в Кандалах, да. Конечно, тем не менее, он был сослан, ну, как говорят, в попу мира, да, то есть далеко-далеко от центра. В общем, хватит тебе развлекаться там по балам, вот поживи теперь в другом где-то месте. А он человек был очень образованный, умный, интересный. Он в Туркестан уже, он уже приехал со своей маргинальной женой, получил даже разрешение от царя, в конце концов, на этот, на брак, не сразу. И там он тоже не мог сидеть просто так, и он стал заниматься бизнесом. И то, что мы называем бизнесом, но это и было, это начало, в общем-то, развития капитализма в России, в Риме-то было какое. И поэтому он, мы знаем, что он оставил туркенстанскому краю много таких интересных вещей, там, ирригационные системы, водопровод, два синематографа, причем открыты они были буквально сразу же после парижского, то есть он был очень прогрессивным человеком. В Туркестане, в Ташкенте, синематограф через пару месяцев после Парижа, два синематографа было. Это было все дело его рук. Ну, поскольку он человек был состоятельный, и не только из российской казны, которая там, наверное, его каким-то образом тоже финансировала бы его жизнь, все-таки царская семья, то он и человек, как я уже говорю, образованный, культурный, и он собирал картины и другие произведения искусства русских художников и западных. И в результате у него сложилась большая коллекция, около 500 работ. А как он мог, находясь в Туркестане, например, собирать эти картины? То есть он связывался с... Хороший вопрос, Олег. Дело в том, что если говорить о русских художниках, прежде всего, в самом Туркестане, то туда всегда приезжали русские художники с экспедициями этнографическими, археологическими. Раньше ездили не фотографы, а художники. Верещагин самый известный, это Верещагин, а их много таких было, да. И кто-то из них там просто работал и уезжал, а кто-то каким-то образом оставался, полюбив этот край, либо там связавшись, может быть, с жизнью с кем-то оттуда. Историй таких, наверное, много разных. И поэтому часть работы – это были, наверное, работы этих художников. Ну, а дальше вот как-то там вот даже я не могу сказать, где, какую картину он покупал. Как-то вот каким-то образом это получалось. Ну, ведь там же было много тоже людей предприимчивых, которые ездили по миру. И к тому, что, в принципе, это не то, что сейчас можно зайти на ebay и там приобрести, условно говоря, произведение искусства через интернет. Вот тогда нужно было, это все гораздо было сложнее. Ну, другая история, чуть-чуть отвлекусь. Тот же Щукин, к примеру, или Морозов. Щукин ездил регулярно из Москвы, правда, это Москва-Париж, поезд ходил регулярно, и он ездил туда и скупал картины импрессионистов, которые потом составили коллекцию Пушкинского музея. Да, в общем, большую коллекцию. Вот каким-то образом там и он. Ну, это было 500 картин. Это много, конечно, и это действительно было потрясающе. Но художники, которые там оставались, они создали там школу, в общем, искусство. Оказывали влияние уже. И они оказывали влияние уже на местных художников. Поэтому там это уже как бы вторая волна. Вот первая была эта князь со своей коллекцией. Да, эту коллекцию он заболел и, умирая, как раз власть советская пришла, то есть царская ушла. Он завещал своей жене с тем, чтобы она оставалась попечительницей до своей смерти. А после ее смерти, значит, коллекция была передана по его завещанию уже Ташкентскому университету. Вот таким образом она сохранилась целиком. Не раздробилась никуда. Да, не раздробилась. И вообще это... Меня часто спрашивают, а как это вообще могло быть в то время, когда там... Ну, казалось бы, да, царскую семью-то, собственно, в Ипатевском доме там расстреляли. Можно предположить только, что вот в этих далеких от центра местах, ну, все было немного по-другому. И, наверное, власть немножко по-другому была, потому что, ну, вот да, каким-то образом это сохранялось. Ну, мы потом дальше будем говорить о следующей истории, которая тоже, в общем-то, похожа, только уже в наше время. Но сначала вторая волна. Вторая волна – это были вот эти уже местные художники, причем они были и с русскими фамилиями, и с армянскими, и с узбекскими, и с казахскими. Это вот та самая уже новая школа. И они попали как раз на 20-е, 30-е годы, когда в Советском Союзе тогда уже, да, авангард, русский авангард, то, что мы называем русским авангардом. То, что мы смотрим в Петербурге, очень большие коллекции, считается, что самая большая коллекция русского авангарда находится в Петербурге. Правда, я не нашла вот количество этих работ нигде, в интернете и не нашла. И считается ведь, что Запад сходит с ума по русскому авангарду, и как раз-таки можно было бы предположить, что именно где-то, не знаю, там в Париже, в Нью-Йорке собраны какие-то коллекции именно русского авангарда, самые большие. Наверное. Но вот получается, что самая большая все-таки собрана в Санкт-Петербурге, а вторая коллекция по величине, это уже вот будет третья наша история, это тот самый Нукус, это то, вот где я была буквально 2-3 недели назад. Нукус – это столица Каракалпаки, Каракалкастана, вы даже не выговорите. Кажется совершенно, город, который вряд ли о существовании которого большинство населения Земли вообще подозревает, и в этом городе находится вторая по величине в мире коллекция русского авангарда. Потому что я так это проговариваю, чтобы это было… Именно, об этом нужно, да, это надо повторять, и мы должны понимать, что русский авангард – это не только русские художники. Это художники, писавшие при царе и в советское время. Еще раз говорю, художники с фамилиями абсолютно разными. Но называем их все русский авангард – это такое условное, может быть, немножко название. Так вот, этот Нукус знаменит тем, что там находится очень большой музей, который организовал в 1966 году такой тоже этнограф и художник Игорь Савицкий. Это отдельная история, о которой мне рассказал впервые, тоже это было лет, наверное, года 4 назад или 5, тоже в Ташкенте. Мы сидели в аэропорту, ждали самолет, был туман. Я там познакомилась с американцем, который ждал своего рейса, который себя назвал бухарским евреем. И вот он как раз летел из Нукуса и рассказал мне историю с музеем Савицкого. Да, Савицкого, да. Не путайте Савицкий с уже с нашим. А он как раз был под впечатлением от этого посещения этого музея. Вы знаете, он, наверное, был не только под впечатлением, он был со своим коллегой из американской газеты. И как потом я поняла, сложив уже пазл, они занимались уже тогда, возили организации туристов из Америки, богатых туристов, которые интересуются искусством. Не просто туристов, чтобы посмотреть Самарканд, то есть сокровища Узбекистана, истории того края, а именно искусствоведов и так далее. И вот все, что он мне успел рассказать, это то, что эту коллекцию Савицкий создавал в том числе на основе вывезенных из Москвы в начале 60-х годов работ художников, который громил на выставке Хрущев. Ну, эту историю мы все как бы знаем. Бульдозерная выставка. Бульдозерная выставка и так далее, да. То есть практически он спас очень много работ. Он вывез там два вагона, по-моему, 44 тысячи экспонатов оттуда. То есть это большая коллекция. Но это только часть того, что он сделал. Ну, странно. А каким образом он сумел это все увести? То есть я понимаю, что эти работы где-то ведь выставлялись, они были собственностью художников или собственностью государства? Ну, то есть вот эти моменты собственности. Это тоже очень хороший вопрос. Ну, первое, что он ничего не покупал на свои деньги. Он был этнограф. Он работал до этого уже в Узбекистане в экспедиции 7 лет. И уже занимался историей этого края. Он полюбил Узбекистан. Он как раз жил в Нукусе. А Нукус – это, ну, можно сказать, один из центров Хорезмского края. Он гораздо больше, чем Хорезм, гораздо большая территория, ну, старого государства, чем Каракалпакия. Но большая часть находится как раз на территории Каракалпакии. И он там, вот это опять же про художников, которые в экспедициях. Вот он был одним из таких художников, который сопровождал экспедицию и стал таким яростным, наверное, не знаю, то ли это слово, поклонником исторических артефактов и не только картин. На самом деле в музее, который сегодня существует и который он создал в 66-м году, экспонатов более 100 тысяч, из них 80 тысяч собрал он. Какие-то цифры нереальные. Да, как-то это вообще нереально. И из этих 80 тысяч 50 тысяч картин. Вот это вообще уже как-то нереально. 50 тысяч картин. 50 тысяч картин. Собирал он их разными способами. Конечно, если надо было покупать, то это были деньги государственные, потому что он руководил Государственным музеем. Но собирал он абсолютно в разных местах, в том числе в семьях этих художников. Часто это где-то были уже в плохом очень состоянии картины. Их реставрировали. Вот есть одна, я о ней упомянула в своей статье. Это картина Улукбека, это известного поэта, и такого, ну, медийное уже такое лицо Узбекистана. Почти как Амар Хаям. Памятник которому у нас стоит. Да, да, да. И вот он у жены художника, который написал этот портрет, но этот портрет увидел. Он был в плохом состоянии. Жена художника просто подарила. И таких много разных историй. Ну, в том числе это были и художники, которых преследовали. Вообще-то ведь авангардистов часто преследовали. Да, конечно. Конечно. Вот и он каким-то образом спасал их картины. Часто спасал, наверное, и самих художников. Вот это вот такая, ну, почти подпольная какая-то работа в советское время, о которой... Опять-таки далеко от центра. Да, это было очень похоже на историю с князем, только тут уже был не князь, а вот был Игорь Савицкий такой вот фанат, посвятивший всю жизнь этому. Он вообще больше... У него не было семьи, у него ничего не было, кроме его работы, его вот этой вот подвиженческой деятельности, потому что картины он собирал таким образом. А мало того, очень много артефактов исторических. Он же участвовал в раскопках разных, а дальше он ходил по домам, собирал посуду, украшения, и все это есть сегодня в этом большущем музее. Наверное, надо вернуться немножко к музею. Музей – это два громадных здания, современных, очень красивых, больших, но в них всего 3-4% всей экспозиции, которую собрал Савицкий. Все остальное находится рядом с музеем, тоже построено большое здание, хранилище этого музея. Вот цифры и все это остальное меня до сих пор поражают, потому что это что-то невероятное. Но не только цифры. Это картины, которые достойны любой выставки, самой большой. Они еще пока... А понимают ли сейчас в музее... В мире понимают. Музейные работники уже все в мире понимают, потому что этот музей и выставка Савицк была оценена там, я не знаю, как одна, занимающая третье место по значимости коллекции в мире. Но это только искусствоведы. Искусствоведы делают свое дело, и их мало интересует, насколько раскручены эти музеи. Это уже другой. Маркетинг, туризм и так далее. Так вот, эта часть пока там еще очень-очень мало работает. Я ходила по музею, так же, как, кстати, и по Ташкентскому. Там мы ходили вдвоем с коллегой. И здесь я ходила с искусствоводом, правда, но по пустым залам. Мне кажется, что там уже пора туда уже туры делать, потому что это не только музей, где можно наслаждаться, просто наслаждаться сериями таких необычных работ, которые можно сравнивать с музеем Дерсе, или с Пушкинским музеем, или с русским музеем в Питере, где авангард, конечно, хорошо представлен. Но этот край интересен еще другими вещами. На самом деле, именно там находится Аральское море. Мы немножко о нем знаем, что там осталось 10% всего воды и так далее. Но 200 километров от Нукуса для путешественников, которых интересует еще что-то новое, кто уже побывал, наверное, опять же говорю, и в Бухаре, там, в Самарканде, в Хиве, конечно, этот тур может быть организован как минимум вот три таких вещи. То есть музей, Аральское море и раскопаны реликты во время экспедиции 50-х годов. Тоже я с удивлением узнала, что именно там нашли обсерваторию, которая древнее, чем улубекская. А улубека, конечно, в Самарканде все знают, там все красиво так уже выстроено для того, чтобы там смотреть. Музей большой улубека и так далее. Поэтому там туда уже просто нужно ехать. Кажется, что далеко. Кажется, далеко, но ничего страшного из Риги. А до Уральского моря? Там 200 километров. Ну, для путешественников как раз на пару дней, если поехать, да, там дороги, кстати, я не знаю, как до Уральского моря, я не доехала, у меня не было этого времени. Надо было возвращаться в Ташкент и улетать в Ригу. Но я бы хотела еще раз туда приехать, чтобы это тоже посмотреть. Ну, мало того, там какие-то фестивали, проходят и какие-то связанные там гастро уже есть, какие-то типа гастро-туров, гастро-фестивалей. Это место, где помимо Аральского моря Амударья. Амударья – это рыба, это хорошая рыба, это такие хорошие сорта рыб. Белый амур там и другие. Вот это я успела тоже попробовать. То есть там есть что. Там есть отели, в которых останавливаются. Это город вполне цивилизованный. В нем есть рестораны, отели. А как добраться, получается, до него? Из Риги это очень просто. До Ташкента летает прямой самолет. Из Ташкента час сорок пять минут до самолетом, до Нукуса. То есть, в принципе, уже сушеств никакого нет. Главное, чтобы это кто-то взял соорганизовывать. Я знаю, что уже тут рижанец, уже кто-то готовит поездки такие, именно вот в Нукус уже, да? Потому что, еще раз говорю, путешественники этого края, они знают уже основные туристические маршруты. Это вот как бы новый, но новость – хорошая история. Это харезма, помимо всего. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, после чего вернемся в студии, продолжим разговор про вот удивительные места в Узбекистане, которые могут стать маршрутами новых туристических каких-то поездок. Ольга Павук в нашей студии. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Вот сегодня мы говорим об искусстве, об очень интересных маршрутах, которые, может быть, не столь известны, потому что, вот мне кажется, у Веллера была мысль о том, как он объяснял, что вот можно унести вот только несколько арбузов в руках, и вот человеческая память устроена так, что есть, ну, условно говоря, пять поэтов, которые на слуху. И вот как только туда встраивается кто-то еще один, то кто-то из этой обоймы выпадает, вот каких-то таких вот именно раскрученными. То есть он говорит, вот когда заинтересовали себя Гумилевым, выпал блок. То есть, ну, вот какие-то вот невозможно все удержать. Точно так же, наверное, и с музеями. То есть все знают, я не знаю, там, Эрмитаж, Лувр, там, музеи, вот, которые умеют себя там преподнести, вот Мома в Нью-Йорке. То есть вот эти музеи, которые выстраивают какие-то отношения с посетителями, они очень хорошо, у них поставлен пиар, они организуют выставки, привлекают себе внимание, но оказывается, что есть огромное количество коллекций, шедевров, которые просто неизвестны широкому, вот, широкому любителю искусства. Вот как сделать действительно так, чтобы эти, вот, маршруты, эти музеи смогли сделать доступными вот это? Потому что я понимаю, что даже каталоги, ведь даже путеводителей таких не было, когда вы приезжали в этот музей. Да, там действительно, опять же, рассказала нам экскурсовод, что 10 тысяч книг хранится в библиотеке, всяких альбомов, там, путеводителей и так далее. Но когда я захотела, я, конечно, хотела приобрести каталог. За любые деньги уже, в общем-то, да, то есть лишь бы, ну, иметь у себя, и хоть иногда перелистывать, вспоминать о том, что я видела. Нет, в киоске, в киоск был, какие-то там отдельные буклетики или что-то было, каталог пока нет. Говорят, ну, типа, что-то было и продали. Ну, в общем, я поняла, что вот это еще тоже будущее. Но это будущее не только для музея, это не только каталог. Его ведь вообще можно использовать очень много в разных целях. Вот в Европе мы часто видим, школьников водят в музеи. не просто посмотреть картины, а на уроке рисования. Они сидят там кружком, я много раз наблюдала это в разных местах. Что-то рисуют, что-то учитель рассказывает. Мне кажется, что вся школа, он укус, все уроки рисования должны проходить в этом музее. Но тоже еще, наверное, руки не дошли. Вот еще он как-то такой немножко в замерзшем состоянии. То есть искусствоведы уже знают, а остальные люди еще очень-очень-очень мало. Даже экскурсовод этого музея не знала, например, о коллекции ташкентской. То есть я уже как бы получала немножко больше. Ну вот как-то пока так. Но как попадать в такие? Это вообще очень... Как находить вот такие? Наверное, часто это бывает в случае. Мне неимоверно повезло вот в этом году. То есть накануне Рождества я была в Нокусе, а Новый год я встречала в Британии. Вот так бывает, когда совсем в другой части мира. И там мы ездили просто по Британии. С шести дней четыре были в путешествиях. И там тоже были какие-то неожиданные совершенно вещи, открытия, которых, если про Нокусто, я знала, это была моя цель, и я ее как бы достигла. А тут просто мы вдруг решили поехать почти методом тыка. Внук ткнул. Куда бы нам съездить всей семьей с тремя внуками? И один из них говорит, давайте Кардиф. Город, название интересное. Посмотрели, что это главный город Уэлса. Там, по-моему, родина Тома Джонса. Ну, там, наверное, много чего. Вообще, это большой портовый город, который в угольной шахте. И когда-то он очень был развит, потому что уголь вывозили оттуда водным путем в Европу. Ну, я этого практически ничего не знала, заранее не готовилась. Единственное, что я успела, это посмотреть хоть чуть-чуть что-то такое, что такое Кардиф. И прочитала, что в музее Кардифа находятся какие-то редкие полотна Ван Гога. Это меня зацепило. Думаю, вот это нужно обязательно посмотреть, раз уж мы будем в Кардифе. Ну, поскольку я в музее в любом городе обязательно в картинную галерею должна попасть. И первое, что мы, когда приехали в этот Кардиф, нас удивило, это целый квартал зданий, похожих на венские, на венские дворцы. Поменьше немножко размерами, но той архитектуры. Это не английская архитектура, это совсем что-то другое. Как выяснили мы потом, что в одном из этих зданий находится университет, в другом ратуша, в третьем еще что-то, и в четвертом музей. Вот в этот музей мы после посещения там замка, развалин мы там детям, то, что было интересно, мы, конечно, зашли в этот музей. Ну, времени у нас было немного, поэтому мы сразу же пошли узнать, где находится картина Ван Гога. Ну, нам сказали, что сегодня их нет в экспозиции, они в запасниках, но есть вот зал импрессионистов, залы, и провели нас туда. И вот тут было очередное потрясение. Это был не один зал, это было много залов, выдержанных в голубых тонах, очень похоже на залы в Пушкинском музее изобразительных искусств, на залы импрессионистов. Вот эти самые коллекции Щукина, Морозова, и когда я увидела такое количество, опять же, Манне, Монне, Ренуар, Пикассо, Песаро, Сеслей и так далее, и так далее, и так далее, вот это было еще одно потрясение. Как они попали вот в этот, в общем-то, город угольных шахт и портов. Ну, очевидно, похожая история с царской, той же истории, да, то есть предприниматели имели деньги, и покупали картины, и основа этой коллекции уже Кардивской, это как раз работы из частных коллекций, которые, опять же, либо покупались, либо чаще даже дарились. Я не буду сейчас фамилии называть, у меня плохо все с фамилиями, но они нам мало чего дадут. но это есть люди, которые дарили целые свои коллекции музея, то есть это люди, которые покупают не для себя, да, а для того, чтобы потом вот отдать это все людям, так же, как этот племянник царя завещал, в общем-то, да, все университету ташкентскому, так и здесь. Это богатейшая коллекция, туда только ради этого стоит ехать, а там в Кардифе есть, оказывается, еще много чего посмотреть. Вот осталась тайна, до сих пор мы так и не поняли, откуда вот эта венская архитектура, вот что-то немецкое, венское, почему в Кардифе? Пока тоже не могу найти ответ на этот вопрос, но коллекция импрессионистов, а это мои любимые художники, меня потрясла, она, в общем, стоит. А сколько это примерно полотен? Вот там я не знаю сколько, но это много залов, это много больших залов, вот на Фейсбуке я там какие-то чуть-чуть фотографии поставила, но тоже там, чтобы не утомлять своих друзей немного, у меня фотографии сделала немножко больше, но это много залов, это много, это ни один, ни два, ни три зала. И опять же, раз Ван Гог где-то в запасниках, значит, в запасниках есть еще что-то, но там мы были без экскурсовода, мы насладились и, в общем, пошли дальше, у нас еще был порт впереди, и там было развлечение такое для детей, там такой центр, техно, технопарк какой-то интерактивный, там дети развлекались еще два часа, там, в общем, вот, но это большой город, где вообще все есть, не только музей, не только порт, там громадный концертный зал, шикарный, новый, современный, череда ресторанов вдоль пирса, куда люди приходят перед тем, как посетить этот концерт, и понятно, что на концерт приходят не только люди из Кардифа, а туда едут, да, то есть это те же вот уже туристы, кто-то едет в музей, а кто-то едет послушать музыку, то есть это город, в который тоже стоит ездить, потому что Лондон знают все, и многие знают только Лондон, особенно рижане, рижане, когда рассказывают об Англии, они все рассказывают о том, как они любят Лондон, мне тоже нравится Лондон, и мы успели этот раз еще и в Лондон заехать, еще на одну тоже безумную, интересную выставку, но это было, ну, почти спланированно, вот сидя в Кардифе в ресторане, невестка мне говорит, Ольга Андреевна, а что бы нам еще вот в последний день сделать, чтобы дома не сидеть, а живут они в центре Англии, они не в Лондоне живут, и она говорит, давайте-ка мы съездим в Лондон, но уже на поезде, а не на машине, полтора часа примерно от городка, в котором они живут, и там цель, конечно, была уже заранее запланированная, мы хотели посмотреть выставку Доре Маар, это фотохудожница, известная прежде всего тем, что она 7 лет провела живя вместе с Пикассо, 350 картин Пикассо написал ее, но выставка интересная, во-первых, это очень большая выставка, это первая такая большая выставка ее работ, а прожила она 90 лет, она только в 97 году покинула наш мир, и вот интересна тоже, интересна сама история, человек, который не пропагандировал свое искусство, да, но сохранил, она, как пишут, это то, что я прочитала уже в интернете, она умирала в бедности, но после ее смерти оставила после себя около 300, тоже там, не знаю, там тысяч документов, фотографий, пленок и всего остальное, вот на основе всего этого уже была сделана выставка, и, конечно, это тоже очень интересно, но это все-таки Лондон, это музей Модерна, да, это известная площадка, это уже организованная, там и буклет был, и все, 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 в общем, все, что полагается, все, что полагается, да, вот музей Савицкого и музей в Кардифе, это вот было два потрясения, это вот как раз то, о чем не рекламируется, что не рекламируется. А можно ли вот говорить о том, что все-таки вот такие маршруты туристические становятся популярны именно в такие центры искусства, то есть мы знаем, что есть вот гастрономические туры, люди ездят посмотреть на какие-то достопримечательности, ну вот архитектурные, есть музыкальные, там какие-то фестивали, которые тоже привлекают людей, которые приезжают специально, есть, ну, театральные, вот музейные, вот именно. Ну, я до этого как-то особенно не слышала об этом, но вот то, что я упоминала, это Нью-Йоркер, по-моему, да, газета американская, вот у них есть приложение, Нью-Йоркер Тревел, нет, еще как-то называется, и вот они как раз организуют такие экскурсии. Как мне рассказали, что они более дорогие, чем обычные туры, они для специальной публики уже, да, то есть имеющие и деньги, и интерес именно к произведениям вот искусства, и как раз вот в каких-то мало, может быть, известных и малодоступных регионах. Мне кажется, что это очень интересная тема, она не будет такой массовой, конечно, как массовый туризм, да, но это хорошая тема, да, мне даже предложили организовать при своем там издании, но я пока... Ну вот насколько я вот к этому в общем-то и все склоню, может быть, насколько востребовано это может быть, насколько у нас вот есть такое количество людей, которых заинтересует... Вы знаете, это же не толпы, это нерегулярные, это каждый раз это отдельная какая-то... Группа. Группа. Конечно, конечно, есть, я знаю, я не буду сейчас называть имена, это будет рекламой, да, на радио Болтком, но я знаю людей, которые уже готовят такие поездки, да, и я уверена, что те, кто там побывают, они, ну, просто вернутся одухотворенными, я вот до сих пор, наверное, чересчур эмоционально рассказываю, потому что я все еще под впечатлением вот того, что я там увидела. Эти картины стоят у меня перед глазами. Имена художников, их истории, потому что истории тоже в них такие очень разные, и есть и печальные, ну, это, конечно, да. Вот если мы говорим про художников, возникает, конечно, всегда, опять вот это чувство несправедливости, то, что остаются, как в истории, может быть, несколько имен, вот мы знаем имена вот среди импрессионистов, опять-таки, ну, вот 10, может быть. 10-20, может быть, да, да, Там гораздо больше художников, вот насколько, и в то же время, и, можно сказать, и с работами художников тоже, вот если люди приезжают в Лувр, понятно, что у большинства из них главная цель это сделать селфи на фоне Монны Лизы, и дальше они считают, что уже программа выполнена. Хотя вот многие говорят, что ажиотаж вокруг этого произведения был возник именно в начале 20 века, когда вот этот итальянский анархист украл ее из музея, и вот этот скандал, шумиха, которая была вокруг этого ограбления, и вот был создан этот культ картины, который, может быть, ну вот без этого, она была бы, ну, рядовым, может быть, полотном, ни хуже, ни лучше просто. Вот почему, почему падает какой-то выбор, перст, интерес публики на какие-то отдельные произведения? Да, об этом, наверное, стоит вообще задуматься, потому что мне кажется, что вот непознанная часть работ, который вот каким-то образом сохраняется, находится, попадает в музеи, это работа, которая будет еще продолжаться, потому что все равно есть люди, которые просто любят искусство, да, и которые понимают, что завесить стены в своем доме, да, это мало, да, что в какой-то момент, сначала-то все покупают тоже, для себя, в общем-то, да, приобретают, большинство коллекционеров, ну, кроме таких, как Третьяков, там, или тот же Щукин, которые сразу уже делали коллекции такие музейные, да, но в какой-то момент они понимают, что это должно видеть больше людей, это все равно люди образованные, это люди любящие искусство, и вот, ну, сеящее добро, вот я верю в то, что это еще только, ну, может быть, если не начало, но это продолжение вот расследований, истории, а насколько это будет массовым, ну, тут уже я даже не берусь говорить, потому что я тоже не искусствовед, я смотрю на искусство эмоционально, у меня вот есть такое, как у Славы Полунина, вот мурашки, да, чтобы зенитнуло где-то, да, или чтобы мурашки пошли, вот если мурашки идут, да, значит, это хорошо, как оценивают искусствоведы, по каким критериям, это уже их работа. Но, может быть, еще все-таки играет роль контекст, потому что иногда мы можем пройти мимо полотна, если вдруг мы знаем, что на этом полотне изображен известный человек, или при каких-то обстоятельствах особых он создавался, у художника трагическая судьба, то есть это все как бы придает картине какую-то глубину, которую мы можем, осознавая которую, она может произвести на нас еще большее впечатление. Наверное, наверное, и это тоже. Вот только что я была на выставке нашей художницы Бельцовой, да? Да. Очень хороший художник. Выставка просто вообще замечательная. Все, что делает наш музей вот в этом подвалах отреставрированного здания, всегда очень хорошо с точки зрения организации. Поэтому вот тут у меня просто, ну, цепурност, потому эти полотна, висящие на стене, отрывки из ее дневников с переводами уже на русский, на английский, на латышский язык. Ее всякие альбомы, которые на столиках расположены под лампочками электрическими, торшерчиками такими. И все очень красиво. Но что меня вот немножко удивило, что такое большое количество работ, то есть вся ее жизнь, она так же долго жила, вот как Дора Мар, да? То есть жизнь долгая была. Но не было ни одной картины с улыбкой на лице. Ни ее личных. Она очень любила себя. Там очень много тоже автопортретов. Художники часто себя любят изображать в разные времена нашей жизни. Очень красивое лицо. Очень много портретов, известных в Латвии, там артистов, художников. Но дети, ее собственные дети. То есть она прожила жизнь, где было все. И любимые мужчины, были дети, было любимое дело. Улыбок не было. И это меня вот как-то немного насторожило. Я вышла оттуда, ну, как-то вот... Желанием нового журналистского расследования. Что же стоит за этим? Да, что стоит. Там была одна фотография, где они на какой-то тусовке, все улыбаются, все веселые. Я так понимаю, что, наверное, там немножко накурились или что-то. То есть, значит, было, в общем-то, в жизни разное. В том числе веселье было. На картинах этого нет. Почему это происходит? Ну, у меня разные люди пытаются по-разному это объяснить. Но вот я бы хотела тоже это узнать больше. Потому что, когда ты приезжаешь... Ну, наверное, это природа Латвии дает, ну, такое... Сдержанность. Сдержанность такую, да. Ну, мы знаем, что латышский художник, в принципе, достаточно сдержанный в красках и в изображениях, и в пейзажах, и везде. В эмоциях. Потому что, когда приезжаешь в тот же Узбекистан солнечный, ну, по-другому его не называют, да, так и художники там, краски яркие, много солнца, много неба синего и всего остального. Может быть, с этим просто связано. Может, не надо думать так далеко. Но вот лица. Меня удивило, что лица были все без улыбок. Мне кто-то сказал, что раньше не было принято на фотографиях улыбаться. Ну, считалось, да, это сейчас говорят о том, что плохо была развита стоматология, у людей были плохие зубы, они не улыбались на фотографиях, потому что, да, многие были без зубов. Может быть. Это некрасиво выглядело. Может быть. Но там у него такие известные разные люди. Неужели они все были без зубы? Нет, что-то там кроется еще. Я не могу понять. Должно ли искусство принадлежать народу? То есть, это я к тому, что вот мы говорим о том, что ведь очень большое количество произведений искусства находится в частных коллекциях. Вот как для каждого, ведь, наверное, художника, его какое-то подспудное желание, чтобы его картину увидело как можно больше количества людей, а чтобы она не была заперта в какой-то комнатке, где ее может увидеть только один владелец. А вот, опять же, спорный вопрос. Потому что одни художники жаждали славы и получали ее, а другие были к ней безразличны. Это разные люди и разные подходы, и нет единого какого-то, что все хотят славы. Ну, нет. Ну, вот та же Дора Мар, да, она славы не желала. А вы бы посмотрели, сама она какая красивая, да, и сколько у нее работ интересных. И, то есть, ее работа, это вот вся жизнь 20-го столетия практически, да, ну, вот не желала. Или, ну, Модильянин мы знаем, да, или тот же грузинский... Пиросмани. Пиросмани, да. То есть, вот, ну, это вопрос спорный, опять же, я говорю, я не искусствовед, но мне кажется, что художнику или музыканту ему все-таки... Первое, что ему важно, да, это творить. Это их жизнь. Они по-другому не могут, они так устроены. А что будет дальше? А что будет дальше, это уже либо кто-то занимается продвижением их искусства, их музыки, либо они работают для того, чтобы обеспечить семью, и тогда пишут очень много под заказ. Это еще одна... Один мотив, одна мотивация. Мотивация. Но внутри себя, да, они творцы. Они творцы. Если бы не было каких-то вот тех или иных обстоятельств, да, то им вообще, наверное, абсолютно все равно. Увидят их картины или нет, они не могут не писать, они не могут не сочинять музыку. И поэтому важно очень... Другое. Вот мы с вами, когда ездим на какие-то выставки, уже такие известные и распиаренные, да, ведь очень часто они собираются не только из музейных коллекций, а из частных коллекций, да. Очень часто мы это видим и в Америке, и в Европе. Поэтому частники тоже свои отдают работы для того, чтобы их увидел мир. И они тоже не для того, чтобы себя прославить, в общем-то, да. Поделиться тем, что... А хочется думать, что да, для того, чтобы поделиться. Вот мне кажется, что вот это вот добрые какие-то посылы, да, они, ну, как бы возобладают. Ну, я вообще, я экономист. Я должна, как бы, гораздо быть более... Прагматичной. Прагматичной. Но мне кажется, что культура, она стоит над экономикой. И что вот продвижение культурных проектов способствует развитию экономики. С одной стороны, они связаны, естественно, с экономикой. Вот те же коллекционеры и так далее, они должны иметь деньги, чтобы что-то приобрести. А с другой стороны, культура, она... Вот сознание-то нам меняет. Культура, не экономика. Не деньги, там, не состояние, ничего. А меняет всё-таки ценности культуры. Потому что они остаются. Они остаются в веках. И та же Мона Лиза. Каким бы образом она ни попала, да, но она осталась. Это часть мировой культуры. Мы сегодня поговорили о нескольких интересных маршрутах, которые могут заинтересовать любителей искусств. Это и Ташкентская, и в городе Нукусе музей, собрание русского авангарда. Вот Кардзиев, также одно из таких интересных мест, в которых стоит побывать. Ольга Павук сегодня была в нашей студии. Спасибо вам большое. И до новых встреч. Спасибо и вам.